Нина Анатольевна Познякова живет в деревне Ванской у Стюженского района одна в своем доме. Дочь с семьей живет в 20 километрах, но из-за инвалидности помогать постоянно матери не может. А помочь в деревне есть чем. И огород скопать, и воды принести, и дрова наколоть. Сердечко совсем стало сдавать, тяжело носить, а по три полена мы еще не привыкли, мы еще вроде ого-го кто, не получается так-то. Надо уж взять, так взять, чтобы этого. Ну, наверное, скоро и к этому может придет, но пока еще не хотим поддаваться. На помощь Нине Анатольевне пришла семейная социальная бригада. Своеобразное ноу-хау в соцзащите у Стюженского района. Приоритетное направление в нашей работе – это социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. И для повышения эффективности предоставления социальных услуг мы, конечно же, применяем стационарно-замещающие технологии. В Усть-Юженском районе впервые мы применяем такую стационарно-замещающую технологию, как семейная социальная бригада. Всего на обслуживании у нас 350 человек граждан пожилого возраста. На селе своя специфика проживания, свои сложности. Отдаленность от сетевых магазинов, где-то 40-50 километров. Сложности доставка дров, доставка воды, недводопровода, газа. И, конечно же, востребована очень мужская работа. Есть своя специфика женской работы. Это уборка по дому, это, конечно же, приготовление пищи, поддержка, выслушивание, оказывать женщине на психологическую услугу. И вот когда есть семейная пара, это, конечно же, большой плюс в работе. Это расширение предоставления услуг, это качество предоставления услуг. Мне очень понравилась такая форма, как семейная социальная бригада. Вот знаете, мне она напоминает, как взрослые дети, живущие отдельно, но рядом. Они всегда приходят в нужный момент и сделают все, как скажет ветеран. Сначала пришла на работу жена, а в дальнейшем уже мы предложили мужу попробовать. Они попробовали свои силы, им очень понравилось. И сейчас вот эта семейная пара у нас с удовольствием работает. Отзывы очень хорошие, вы знаете, очень востребована эта технология. Те граждане, которые обслуживаются у одного социального работника, буквально просятся в семейную бригаду. Конечно, у меня была социальная работника много лет, обслуживала прекрасно. У меня никаких нареканий к ней нет, но она женщина. И заставлять ее, ну, дров она принесет, а чтоб расколоть там и куда-чего. В деревне очень тяжело без мужской работы. Особенно дрова, особенно огороды. Все это надо мужская сила. Я услышала, что бригадный подряд в деревне есть, работает Анастасия Владимировна с Андреем. Я у одной женщины спросила, ну, как вы, довольны они? Ой, вот одна сказала, другая. Ой, слава богу, пришел Андрей, тогда к эти печку поправил. Думаю, и мне надо. В любом случае, я очень довольна. И такую систему надо водить, надо водить везде, потому что в деревне очень тяжело без мужской помощи. Дожили, слава богу, хоть мы старухи, теперь в надлежащем вроде бы как догляде. Субтитры создавал DimaTorzok